Друзья, всем привет, с вами Яков, и сегодня мы с вами поговорим о такой игре, как Albion Online. Это MMORPG. Почему именно сейчас мы заведем речь о этой игре, потому что она сравнительно даже не новая, она вышла в 2017 году, да потому что буквально пару дней назад она вышла в режим Free-to-Play, то есть она стала бесплатной. Ну и любой желающий в принципе может ее установить, ну и поиграть, и сделать вывод для себя, нужна она ему или нет. Это сэндбокс игра, другими словами песочница, чтобы объяснить что это такое, посмотрите на текущий кадр, который вы сейчас видите. Так вот песочница это та игра, где буквально перед вашими глазами за пару секунд может пронести с порядка сотни человек, и именно реальных людей. Кто-то торгует, кто-то что-то добывает, кто-то бегает, выполняет какие-то задания, в общем каждый занят своим делом. Я поиграл в эту игру несколько часов, ну и некоторые выводы я для себя сделал. Естественно я не открыл всех тонкостей игры, но во всяком случае о некоторых моментах игры я вам смогу рассказать, чтобы вы сделали вывод для себя, играть вам в нее или нет. Ну для начала давайте начнем с того, что в принципе бросается в глаза сразу же, это графика. Что касается графики, то в принципе эта игра естественно не блещет, но тут суть другая. Хотя все-таки схожей по жанру будет и Lost Ark, но у Lost Ark одна графика, здесь как видите совсем иная. Но все же это MMORPG, мы здесь естественно прокачиваем нашего персонажа, его экипируем, ну и сражаемся против противников. Ну и чем дальше-дальше по зонам мы будем перемещаться, тем противники естественно будут мощнее. Локации безопасные, локации средние, ну и локации опасные. И вот на этих разных локациях могут встречаться разные противники. Кроме того на некоторых локациях на вас могут нападать даже и другие игроки. Ну и если вы погибаете на этих локациях от рук другого игрока, то вы потеряете все, что на вас было. Поэтому тут в принципе работает обычный принцип. Не носи с тобой то, что боишься потерять. Как в принципе в любых играх подобного жанра. Когда мы будем путешествовать по этому миру, мы будем попадать в разные города и в разных городах нам будут давать различные квесты. Мы эти квесты выполняем и естественно за них мы будем получать награду. Ну награда может быть разнотипная, как допустим различный ресурс, так и различная экипировка. С помощью нашей экипировки мы можем выбирать способности, которыми мы будем вести бой. Но эти способности в любой момент времени мы можем менять. Что касается этой экипировки, как я уже говорил ранее, мы ее можем получать в виде награды, ну а также непосредственно крафтить. Но чтобы закрафтить какой-то определенный предмет, нам надо собирать ресурсы. В этой игре можно собирать ресурсы, потом эти ресурсы преобразовывать, ну или скажем так апгрейдить. Но вот уже за необходимый ресурс мы как раз таки же покупаем, ну или создаем необходимый нам предмет. Но ресурсы здесь в принципе разные. Допустим дерево, дальше хлопок, камень, руда, шкура животных. Когда мы эти все ресурсы собираем, нужное нам количество, мы подходим к определенным, скажем так, станкам. И с помощью этих станков эти ресурсы улучшаем. А уже за улучшенные ресурсы мы можем создавать все что угодно. Экипировку, ну и естественно вооружение. Как ближнего боя, так стрелковое вооружение, так и магическое. Кроме того, в этой игре мы не привязаны к одному архетипу. То есть мы можем в любой момент времени превратиться в лучника. Затем одним нажатием мыши мы можем превратиться уже в миличника. То есть орудовать, допустим, мечом или одноручным со щитом, или же двуручным. А потом превратиться в мага. То есть нужную нам экипировку мы можем постоянно носить с собой. Ну и как говорится, одним райт-кликом мы можем переключиться уже на другое вооружение. Все умения, с помощью которых мы можем атаковать, но во всяком случае выбранные умения, они сведены в одну панель, которая находится внизу экрана. Там присутствуют в принципе все выбранные скиллы. Это могут быть как атакующие скиллы, так и защитные скиллы. Каждый скилл требует своего КД, то есть времени отката. Есть у нас еще одно умение, ну или способность, ну или скажем так бонус. Это наш скакун. Но может быть не скакун, а средство перемещения. Потому что по умолчанию, когда вы только будете создавать свой персонаж на вашем аккаунте, вам будет доступен только он. Но с его помощью, поверьте, вы будете гораздо быстрее перемещаться по локациям. Ну а значит быстрее будете добывать ваши ресурсы, но в всяком случае добираться до них, ну а также добираться быстрее до противников. Когда вы будете убивать противников, из них будут падать монеты, ну а также вам будут начисляться различные бонусные очки. Ну вот уже эти бонусные очки мы можем тратить на так называемое дерево. Ну вот уже это дерево дает различные способности нашему персонажу. То есть мы можем на него посмотреть, понажимать на каждую, допустим, способность и увидеть, что она нам позволяет. То есть, к примеру, мы для себя выяснили, что мы хотим работать только в ближнем бою. Естественно, мы работаем в ближнем бою и нам нужна экипировка, во всяком случае, что касается вооружения, чтобы она была мощнее. Потому что экипировка здесь в игре тоже отличается по уровню. И чем выше уровень экипировки, а также вооружения, тем, естественно, они дают лучшие характеристики. Так вот, как раз таки, это дерево позволяет открывать новые возможности. То есть, когда мы прокачаем, допустим, один навык, он нам позволит использовать оружие, допустим, Т2 уровня. Прокачаем другой навык, он нам будет позволять создавать различные фласки. Допустим, прокачаем третий навык, он нам будет позволять создавать, предположим, посох друида. То есть, каждые навыки открывают нужные именно вам способности. Ну и естественно, чем больше вы таких способностей откроете, тем будет мощнее ваш персонаж. Ну как мощнее, у него возможностей будет больше. Также в этой игре существует еще торговля в виде аукциона. То есть вы игрокам можете продавать за внутриигровую валюту все, что существует в игре Еще раз напомню, что это MMORPG, то есть MMORPG, давайте так скажем Ну а раз это MMORPG, значит это, сами понимаете, микротранзакции Ну, куда же без них Другими словами, вы заплатите монеточку и вы станете круче Естественно, в этой игре имеется и такой момент К примеру, допустим, вы приобретаете премиум статус для вашего аккаунта Ну и вам он будет даровать такие дополнительные бонусы Но в отношении этих микротранзакций тут немножко гибкая система То есть мы можем, так сказать, в кавычках задонатить в игру Приобрести, допустим, золотые монеты, ну и приобрести этот премиум статус Ну или же, допустим, мы можем фармить внутриигровую валюту И уже именно за эту внутриигровую валюту приобрести себе этот статус То есть, сами понимаете, чем больше игроки играют, чем больше они получают ресурсов Значит у них появляется и больше возможностей Включая, естественно, эту возможность приобрести этот статус То есть этот момент я считаю, в принципе, нормальным для любой ММО игры Если игрок играет, то он за свой внутриигровой ресурс, который является, в принципе, его временем Может себе нужный статус перебрести Ну а кому впадло и кто хочет получить все сразу И, в принципе, если денег ему не жалко, то может задонатить Вот такой вот, дорогие друзья, здесь геймплей Который основан на сборе ресурсов, а также последующем крафте Разнотипными сражениями, как ПВЕ, так и ПВП Ну а также основан на торговле по принципу аукциона С более-менее умеренной мультяшной графикой С довольно-таки неплохим сонтреком а-ля Baldur's Gate Ну и с, в принципе, внушительным миром Который не совсем открытый, а перемещение по нему происходит через такие локации Ну и вот, в принципе, дорогие друзья, это все, что можно было вкратце рассказать О такой игре, как Albion Online Ну и я думаю, вам этой информации более чем хватит Для того, чтобы принять решение, стоит ли на нее играть или же нет Как-никак, напомню, она буквально пару дней назад стала бесплатной Ну и если вам MMORPG нравится по принципу песочницы, то почему бы и нет? В общем, что вы думаете о ней, пишите в комментариях под роликом Ну а я с вами прощаюсь, благодарю за внимание, за просмотр Ну и играйте только в хорошие игры Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале Комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал на ютубе Вступайте в группу вконтакте Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео Желаю всем удачного фарма С вами был Яков, пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok